У меня есть некоторый сенсационный материал. Коллеги, я хочу презентовать сейчас видеозапись. Эта видеозапись сделана 6 мая 2015 года на первом открытии этой Громадской и Общественного Совета Громадской Рады при Мининфо, при Минстете, как в народе называют, где личности присутствовал Юрий Стетц. Он открывал это все дело. Естественно, я как журналист-расследователь с 10-летним опытом всегда под рукой держу диктофон и, конечно же, обязательно фиксирую все, что происходит вокруг меня. И зная, что на этом совете может быть все, что угодно, я записал речь, открытая, публичная речь Юрия Стетця, который не просил не записывать. То есть это было публичное собрание. Я сейчас попрошу, пожалуйста, включить видеозапись. А перед этим продемонстрируйте, пожалуйста, фотографии, где я сам себя фотографировал и Юрия Стетця на этом мероприятии, чтобы доказать, что это действительно… Да, вот Юрий Стетц 6.05.2015 на Громадской Раде в Киеве. Вот я участник сборив номер 27, установщих сборив на этом мероприятии. И вот сейчас, пожалуйста, звук будет немножко некачественный, но под титром там все понятно, о чем речь. Я потом прокомментирую. Я думаю, что люди не учтутся в город, потому что люди, они получатся в плане, потому что, если приемлемо министерства, что натихающие в формировании, на помощь министерства, не японский, на простуде, когда вы будете разрешивать на их позициях, которые, как вот в России. Потому что сейчас это многом изобретает. Я говорю, что в этом зале нет. Я не думаю, что были такие справки, но этого не будет. Можете считать, что это будет? В зале не есть. В зале не есть только пенсии. Что вы принимаете на это решение, я могу не верить. Сейчас, я не скажу, что в зале, в этой зале, в этой зале не мало. Я прокомментирую, потому что я так понимаю, надо более детально рассматривать. Да, теперь я прокомментирую. По иронии судьбы, спрашивает и ведет диалог тогда со статьем именно Дмитрий Василец. Его голос хорошо слышно в наушниках, может, не на этом звуке. Юрист ТЭЦ отвечает, что сейчас в зале нет ни одного представителя, ни одной организации, которая работает на краину агрессора. И это абсолютная правда. Здесь я с Юрием ТЭЦ полностью согласен. И это еще раз одно косвенное доказательство того, что действительно ни Василец, ни кто другой не занимался деятельностью, которая способствует стране агрессора, как он говорит. Ну и второй аспект. Юрий СтЭЦ солгал в интервью ТСН. Он сказал, что мы не можем проверять никого. В этом видео на открытии Рограммадской Рады, который я записал, он говорит, что мы провели переверку. Первый вопрос к статью. И второй вопрос к ТСН. ТСН не хочет вообще разбираться в деталях события.